Здравствуйте, с вами Оксана Пушкина, в эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшнюю нашу историю мы назвали «Квартирант Геннадий». Проблемы в семейных отношениях есть не только в нашей стране. Сегодня у нас гости из Израиля. Регина, она у нас в студии, встречаем ее. Региночка, присаживайтесь. Скажите мне, пожалуйста, как завязались эти отношения? Мой муж пригласил его жить к нам домой, вернее, снимать жилье. И Гена сначала жил вообще на балконе, он согласился. Мой муж ему предложил то, что я буду готовить еду, обстирывать его, ухаживать за ним. А почему муж такой вдруг щедрый оказался? Не щедрый. Дело в том, что у него не было денег, и когда он сдал жилье Гене, как бы он рассчитывал на какие-то деньги, и из-за этого Гену пригласили к нам домой. Поняла. Давайте посмотрим подробности вашей истории, а потом продолжим. Пару раз он мне ударил по голове палкой своей, палкой, в которую он ходит, как инвалид. Это Регина. Она рассказывает о том, как ее избил муж Геннадий. По словам женщины, бьет он ее регулярно. Все 11 лет их брака. Я просто боялась, что в какой-то день он меня убьет. А это Геннадий. Ему 53 года. Он инвалид детства. Левая часть тела у него парализована. Геннадий уверяет, что у него элементарно нет физических сил, чтобы избить жену. Я бы никогда не ударил. Я просто так, в шутку. Я начинаю рассказывать, что бы я сделал, если бы моя воля была. После очередной такой шутки Регина заявила на супруга в полицию. Сказали, еще раз ударишь, мы тебя посадим, будешь сидеть со всеми как здоровый. Геннадий и Регина давно не живут как супруги. А Регина вообще называет мужа квартирант Геннадий. Что заставляет молодую женщину 11 лет жить в браке с инвалидом-тираном? Любовь или жалость? Так, дальше. Значит, чем он вас покорил потом? Я просто увидела, что он помогает, он убирает, он постоянно убирал в квартире. В отличие от мужа? А тот вообще ничего не делал. Лежал на диване, спал и ел. А что случилось с вашим мужем? Почему вдруг потом Гена стал вашим супругом? Когда Гена начал у нас жить, мужу, он увидел, был дискомфорт, чужой человек в доме, и он любил голый ходить по квартире. Уже не получалось, чужой человек в доме. И ему, он начал ощущать дискомфорт, он говорит, или я, или Гена. Так, и ты выбрала Гену. Он говорит, как ты выбираешь этого урода, это инвалид. И я говорю, я собрала твои вещи, уходи. Тем не менее, вот смотри, Регин, молодая, красивая, как бы, женщина, да? С тем уже было невозможно жить? Вообще, он был очень жестокий человек, и... То есть ты впрыгнула в эти отношения, потому что там уже невозможно было? Там было вообще невозможно, он был очень жестокий, и... В чем жестокость заключилась? Я вообще не знала, в течение 9 лет он мне подсыпал в виду психотропные препараты. Зачем? Объясню. Он не хотел работать, чтобы я ему не морочила голову, чтобы я не говорила, иди работать, там не на что жить. Он решил себе облегчить задачу. Чтобы не пилила ты его, да, видимо? Да, чтобы я его не пилила, и я постоянно ходила в плохом состоянии, я себя плохо чувствовала. А в чем заключалась эта плохая ситуация? Я хотела спать, мне окружилась голова, и я не понимала, почему, что происходит, чем я болею. И что это были за таблетки? Это перфинан, это принимал его брат, его брат душевно больной, и он, видимо, у своей матери, муж, взял таблетки. Редина, как вы там не свихнулись вообще? Мало того, меня муж бил и гонялся за мной вот с таким ножом, и душил, и все это было. Но что мне действительно стало страшно, вот когда мы с Геной уже познакомились, он убил до этого собачку. Он в страшной форме... Ваш муж? В ванной, да. Он его просто забил, это было так страшно. И как бы я поняла, если он уже смог убить собаку, если он подсыпает таблетки, если он и так с ножом за мной гоняется, что следующая буду я. Вот 11 лет вас все устраивало, да? Он вас покорил. Почему сейчас? Нет, не устраивало. Не устраивало? Не устраивало, я просто терпела, и я жалею его. А вы официально брак зарегистрировали? Нет, у нас пока гражданский брак. Гражданский. Но что не устраивало? Он меня ревнует. Я занимаюсь музыкой, я пишу песни, мои песни выходят на нашем радио государственном. Он мне не дает вообще хода, прохода, он мне не дает продвигаться. Я не могу ни с кем разговаривать. Если я с кем-то встану на улице, просто посторонний человек встану разговаривать, он будет меня оскорблять страшными словами, которые только есть. То есть падшая женщина, и перечислять, что эта падшая женщина делает. И как долго вот это все происходит? Это постоянно. Зачем вы это все терпели? Ну, он, с одной стороны, очень хороший человек. Он очень хороший, он заботливый. И не дай бог я заболею, но мне что-то будут болеть, или там горло. И надо будет лекарства купить. Он пойдет купить лекарства, он все сделает. А мой муж, когда я себя плохо чувствую, он говорит, что ты тут разлеглась, что ты кашляешь, иди к маме, там кашля, мне твой кашель мешает. Что ты тут вообще делаешь? Уходи. У меня вопрос все-таки к психологу. Лен, вот что налицо пока? Почему-то Регина объединяет на одном квадратном метре огромное количество людей с девиантным поведением, да? И у меня создается впечатление, что стоит только кому-то ей показать маленький пряник, как она уже готова абсолютно на все. Либо здесь какая-то страшная недолюбленность, невнимание, либо какие-то унижения в детстве, потому что стоит чуть-чуть на фоне, вот, в общем, через месяц началось, ну, скажем, моральное насилие. Но это ни в коем случае не останавливает. Человек-то он хороший, потому что лекарство принесет, когда горло болит. Вот само по себе вещь совершенно несопоставимая. Людочка, скажите мне, пожалуйста, здесь любовь или жалость, на ваш взгляд? Я хотел бы задать Регине этот вопрос. Первый муж, второй гражданский брак. На чем он основан? На чем? Просто, чтобы два человека жили в квартире вместе, в доме? Или это страсть? Или это любовь? Может быть, это страх найти новую любовь? Я боюсь, что вдруг у меня не получится. Вдруг я встречу кого-то еще хуже. Это еще из серии женщины, которые боятся остаться. А на это, получается, страх одиночества вам диктует быть с любым мужчиной, с любым, который может вам чуть-чуть чем-то понравиться. Но вы же яркая женщина. У вас там наверняка поклонников в Израиле. Много раз вы на центральном радио работаете. Я не работаю, я пишу песни. Ну, да, ваши песни звучат. А можно вам задать вопрос? Вот я инвалид в коляске. Вы сами себя любите? Вообще да. Нет, не похоже. Вы знаете, вот в связи с тем, что я себя очень люблю, люблю себя, я понимаю, что я в коляске, но я красивая и умная женщина. Я бы никогда не потерпела рядом с собой вот это ничтожество. Ни первое, ни второе. Может, у меня какой-то комплекс начинается с того, что вы сами себя не любите и не хотите работать. А теперь давайте посмотрим на мужа гражданского, Регины. Здравствуйте, присаживайтесь. Геннадий, скажите, пожалуйста, любовь или жалость с вашей точки зрения? Скорее всего, и то, и то. Так может быть? Может быть. Потому что я ее... этого человека я очень люблю. Я знаю, что без нее я ничего не могу. Это мы понимаем. Вы точно без нее не сможете. Давайте посмотрим про вас историю. Давайте. Геннадий Терзин, 53 года. Инвалид детства. Первая и единственная жена Регина, младше Геннадия на 17 лет. Ее общительность доводит мужчину до ревности со скандалами и рукоприкладством. Самый большой страх в жизни – потерять любимую. Она вообще для меня ангел. Я не представляю себе жизнь без нее. Регина – единственная женщина в жизни Геннадия. Именно она не допустила того, чтобы инвалид оказался на улице. Травма такая. И все смотрели на это с ужасом. И говорят, зачем он нужен. Его нужно пустить на органы или еще на что-то. Геннадий раздавлен. Ему кажется, что жена его стыдится. Регина не уделяет ему времени и регулярно пропадает вечерами. На меня остается в крайнем случае вечером полчаса, чтобы я что-то рассказал там или что-то еще. И вот так вот. И никогда на меня времени нет. У меня в итоге начали с головной боли. Геннадий слышать не хочет о разводе. Считает, что они еще могут сохранить свои отношения. Готов на все, чтобы Регина осталась рядом и принадлежала только ему. Геннадий, скажите мне, пожалуйста, а как вы стали инвалидом? Вот «инвалид детства» прозвучала фраза. Инвалидом детства я стал в 9 лет. Я выбежал впереди автобуса. И автобус обходила машина грузовая. И меня бортом поголдили. Это была автомобильная катастрофа, правильно? Да, это была автомобильная травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Как к вам стали относиться родные, близкие, окружающие, когда поняли, что вы инвалид? Все друзья сразу отошли в сторону. Я вам сочувствую, что с вами произошла такая беда. Но я прекрасно понимаю также, что вы вот сейчас, живя с Региной, портите ей жизнь. Скажите, как есть. Поднимаете руку на нее? Не руку, а вот... Я это могу поднять, могу помахать немножко. Но чтобы ударить, никогда. Регин, как это происходит? Ну, никогда, чтобы ударить. Может, я там когда-то... У него начинается всплеск. Плеск начинается в скандал. Он вообще... Это было вчера. Это случилось здесь на Киевском. А из-за чего, например? Вот приведи пример, любой. Вчера. Вчера с дочкой повздорили. Гена побежал. Куда, сам не знаю. Я ушел. Как он побежал, он еле ходит, Регин? А когда у него вот этот вот случается, он так бегает, я за ним не успеваю бегать. Я хочу пригласить сейчас, Регин, твою дочь в студию. У нас Биана в гостях. Приветствуем ее. Почему ты из себя такого бедного делаешь? Ты не такой уж бедный. Не надо из себя так. Стоит. То есть все-таки выдает себя не за того человека, каким он есть, да, Бианочка? Не, я не говорю, что он такой уж плохой человек. Но он просто мне и маме всегда мешает с ней разговаривать. Я ей что-то говорю, о-о-о, начинают крики и это, и потом в конце у нас драка получается. А может, ты его сама провоцируешь? Я с ним даже не разговариваю, я к нему даже не обращаюсь. То есть ты общаешься с мамой? Я говорю, мама, дай мне деньги, да? Да. Он, о-о-о, и влезает. Кто-то с тобой говорил, и он начинает там кричать и это. Или я выхожу куда-то, или что-то, он должен как легавый за мной смотреть. И, о, она вот так делает, он ждет, пока я с ней поругаюсь. Бианочка, а тебе не кажется, что вот он так себя ведет, потому что в вашем доме он стал чувствовать себя вещью? Нет. А не членом семьи? Нет, мама моя к нему больше внимания обращает. Ты маму ревнуешь, наверное, Геннадию? Ну, чуть-чуть, конечно, да. Чуть-чуть. Он стал для меня как какой-то брат, которого я не хочу. То есть у мамы второй ребенок? Да, второй ребенок как дома. Только он дразнит больше, чем ребенок. Можно вопрос? Да. Геннадий, вы работаете? Нет, я получаю. Вы травму получили в России или вы уже в Израиле? Я на Украине получил. На Украине. И когда приехали сюда, вы оформлены как инвалид в Израиле. Там же очень есть защита инвалидов. Мы знаем, что бесплатные больницы, центры реабилитации. Мы знаем, что пристраивают инвалидов на работу, находят им работу. Вы искали работу себе? У меня нет. Меня отказывают. Ну, посмотрите на меня. Кто же меня возьмет? Ну, вот Людмила сказала, что там очень много программ для инвалидов. Извините, у меня перелом позвоночника. А я работаю на дому. Я работаю. Я знаю, как в этой коляске, да, разграли. Я хочу пойти, а меня никуда не берут. Есть некая огромная беда для Геннадия. В чем? Потому что его не уважают. К нему не относятся, как к человеку, который требует того, чтобы быть членом семьи. Он слишком хорошо относится. Почему вы должны уважать кто-то? Тогда не надо жить вместе. 11 лет. Не надо жить вместе. Уважение. И потом для мужчины в любом случае, тем более для мужчины, оказавшегося в таком бедственном положении. Если делается выбор, что я хочу с тобой жить, то задача жены в этой ситуации заключается в максимальной поддержке. Да. А не в том, чтобы... И мне кажется, и уважать. И уважать. Драки. И так же, как и девочка почему-то постоянно вступает в конфликт. То есть потому и нет ощущения, что Геннадий выполняет роль мужа в семье. Я не имею в виду финансовый достаток, я имею в виду мужской своей существенности. Мне кажется, уже давно не мужа просто растворился в этой действительности. Как можно хорошо относиться к человеку, который тебя обзывает? Он мне позволит говорить плохие слова. Он кричит, что происходит. Как это происходит? Девушки жалуются мне. Как это можно? Ты их обижаешь, обзываешь. И после всего я должна молчать и ничего не делать. Как он тебя, кстати, обзывает? Можно сказать эти слова? Да, можно сказать. Можно сказать? Ну, стерва, скотина. Последними словами, которые только есть. Самые вонючие. Геннадий, это все соседи. Это слышите? После того, если вы слышали, какие слова на меня идут. После того, как ты начинаешь. А кто первый начинает? А потом, я, конечно, уже не могу себя держать, потому что моя мама ничего ему не говорит. Она мне просто говорит молчать. Я не хочу скандала в доме. Как мама может молчать, когда ее дочку матюкают. Скажите, пожалуйста, это правда, что когда ваша мама умерла, ваши родственники хотели вас дать в дом инвалидов? Да, было такое, было. Было такое. И до сих пор вы это все помните? Я до сих пор помню. Мы сейчас посмотрим интервью родственников Геннадия. Вот если так по родственникам разобраться, кем вам приходится? Братом. Родной? Родной брат, да? Мама общая. Отцы разные. Ну, созваниваемся, да. Не виделся с тех пор, как он уехал, не видел. Болит душа там за брата? Ну, конечно. Хотел бы увидеть его, давно не видел. Он говорит, что ваша семья хотела наделить его в дом инвалидом. Ну, я такого, честно, не знаю. Даже не слышал о таком. Ну, то есть, вот он вам не мешал? Мне лично нет. Отец с ним нормально. Все, даже после смерти матери, как бы, ну, не родной ребенок, но все равно всегда же. Сестра любила его очень. Приняли бы вы его обратно, если бы вдруг у него случилось... Конечно. Конечно. А как же? Мы когда хотели к ним приехать в гости, они нас не готовы были принять к себе вообще. И очень вобил, то, что Гена рассказывал, очень часто бил. Гена уходил из дома, и он вообще не имел, что кушать. И инвалидность, которую он получал в Одессе, ему, вот он покупал две буханки хлеба, чай. И это все, что было. И, в принципе, никто не собирался с ним там возиться. Я вообще думаю, что он прямо, вот, я думаю, Израиль для него это рай. Моя мама к нему прекрасно относится. Папа прекрасно. То, что он вытворяет, его вообще бы другой бы на голову укрепил бы. Квартира, Израиль, рай, или все-таки ты рай для него? Ну, я тоже стараюсь быть райом, но он меня ревнует, он не дает мне житья, он не дает мне продвигаться. У меня весь город из-за него, у меня нет подружек, у меня нет друзей. Скажи мне, пожалуйста, а с первым мужем, да, вот первый муж тебе позволял иметь подружек, друзей? А он, наоборот, водил в дом всех подряд. То есть у вас там был... Всех подряд алкоголик. И Геннадия в том числе. Да, и он как раз оказался в числе этих алкоголиков. Скажи, Гена, почему ты ее никуда не отпускаешь, почему ты ее держишь в этих стенах? Я просто знаю, что если она куда-то выйдет, то я сразу... то начинается со всех сторон. И руку, и сердце, и еще что-то. Ну, и что, она же к тебе возвращается. Так правильно, так... Скажи, а она... Регин, а ты его не ревнуешь? Я вообще тоже ревнивый человек, но некому... Некому. Мы выходим с ним... Она говорит, что кому ты нужен. А кто будет терпеть своего криками? А дальше выгоню. Я одна такая дура. Такие дуры в другую шею. Я обязательно задам вопрос, который я всегда задаю семейным парам, которые приходят сюда разводиться. Да, пожалуйста. Только искренне ответьте. Да. У вас с интимной жизнью все в порядке? У меня... да, Оксана, постоянно и регулярно. Постоянно и регулярно. Регулярно. Скажи, в порядке или нет? Сказать на сто процентов это будет неправда. Неправда. Тебя это не устраивает? Мне не хватает. Не хватает. Так в чем же тогда вопрос? Я просто боялась, что какой-то день он меня убьет. По словам женщины, бьет он ее регулярно. Все 11 лет их брака. Я... Я никогда не ударил. Что заставляет молодую женщину 11 лет жить в браке с инвалидом-тираном? Любовь или жалость? Я не представляю себе жизнь без нее. Реген, кому ты его ревнуешь? Вот ты сказал, я ревнивый человек. Говори, говори. Ну, так как бы, так как к нам никто, в принципе, в дом не заходил, кроме одной женщины, ее зовут Юлия Ивановна. Она в Израиль приезжает, как бы, она из Севастополя. Она приехала, и она пришла как раз тогда, когда мне не было дома. Гена позвонила, говорит, Юлия Ивановна пришла. Я говорю, не впускай ее. Юлия Ивановна у нас в студии. Давайте встретим. Юлия Ивановна. Здравствуйте. Привет, Гена. Привет. Меня зовут Юлия Ивановна. Да, Юлия Ивановна. Я педагог-психолог, воспитательница детского сада и сестра милосердия. Пришла поддержать Гену. Гену. И отчеревительную семью. А, то есть вы семью или Гену? Всю семью я сейчас помирю, подружу, и все будет супер. Потому что она талантливый, гениальный человек. Творческий потенциал. Но от того, что Регина после концерта, после хора, после всего устала, и вдруг ни за что, ни про что дома напала на Гену. Как? Стала кричать, ругаться и тому подобное. А я сразу стала спрашивать, кто когда родился. Получилось, что Гена огонь, Регина вода, а дочка еще и воздух. Диагноз вы поставили? Тут не сколько семья, сколько творческий союз. Они друг без друга не могут. Они ссорятся. Кто первый? Все друг на друг. Конечно, Регина, потому что она талантливая. Она часто в депрессии бывает. Я не ругаюсь, я вообще себе не разговариваю. Гена, ее потенциал, только после ссор, скандалов, вдруг Регина начинает писать песню удивительную, например, про булочку и про пирожника. Регина, ребенок, что тебя раздражает по-настоящему в доме? В доме меня раздражает, что я не могу подойти поговорить с моей мамой. А маме можно сказать об этом? Мама, меня вот... Найдите какой-то способ общения в конференцию. Я это говорю. Она говорила. А ты? Я говорю, ты уже взрослая. Я 18 лет сама ушла из дома. Я вышла замуж в 18 лет. Я ее родила, она 7-месячная родилась. Почти еще 19-й мне не было, когда я ее родила. И я говорю, ты скоро свою жизнь все равно устроишь. Ты уйдешь из дома. Не портни с ним отношения. Из-за того, что моя мама поженилась рано в 18 лет, родилась рано в 18 лет, она думает, что это норма. Что это нормально, что в 18 лет иметь маленького ребенка. А ты как считаешь? Я думаю, что если я буду иметь, как она, в 18 лет маленького ребенка, у меня жизнь будет, как у нее. И я этого не хочу. Регин, вот все-таки, смотри, я не очень понимаю. Она все равно уйдет, ты сейчас сказала, да? Я думаю, да, она... Не мешай мне жить с ним, ты сказала. Зачем ты приехала сюда, чтобы мы вас разводили? Вот зачем? Я думаю, с одной стороны, как бы, я и боюсь одна остаться, она уйдет, я останусь одна. С другой стороны, как бы, и с ним невозможно. Что, ты его держишь? Найди ты себе мужика! Ты не способна найти мужика себе! Скажите мне, пожалуйста, Роксан, как, на ваш взгляд, что здесь происходит? Я думаю, что это две жертвы по обе стороны экрана, как говорится. А Регина несчастна сама по себе, потому что она внутри несчастна. Она не знает. Вообще, страхи, они сжирают человека. У Геннадия свои страхи, которые его пожирают. Страхи болезни, одиночества, неполноценности. И Регина, которая, с одной стороны, так не может, с другой стороны, не может, боится всего, боится своей неполноценности. И у нее есть... Я совершенно точно уверена, если не будет Гена, будет приблизительно такого же уровня мужчина. Обязательно. Это закон психологической жертвы. Самое главное, нужно освободиться от страхов, потому что жизнь прекрасна. И если человек себе закрывает шорами и живет в этом, он так и будет идти. Потому что страхи в сердце – это демоническая сила, чудовищная, которая разрушает. И самое страшное, что у вас ребенок, который автоматом копирует вашу судьбу, ненавидя это. Спасибо большое. Спасибо. У меня вообще такое впечатление, что все мужчины, которые меня окружают, которые заигрывают со мной и уделяют мне внимание, что я всем им нужна на одну ночь просто. У меня такое впечатление, вот только на одну ночь. Да попробуй, а может нет. Мы с ним, когда идем по улицам, у нас много арабов, у нас много восточных мужчин. Это мужчины горячие. Регина, ты и так же ходишь в своей стране? Да. Ну, конечно. Среди арабов. Я расскажу, как это происходит. Давай, давай. Мы выходим с ним, мы идем по улице. Никто его, как мужчину, вообще никто не воспринимает. Думают, это мой отец, думают, это мой дядя. Думают, что угодно, но не. Они пристают прямо при нем ко мне. И мало того, вот как они едут на машине, ездят на машине кто-то, меня увидели, я с ним, останавливается машина. Зайдите к нам, куда ты идешь, куда тебя подвезти. При нем. Зачем ты это терпишь? Оксана. Тебе нравится эта игра? Оксана, подъехал один и говорит ей, я тебя хочу на 15 минут, чтобы у него по-крыски полопались, и он в абрак слетел, козел. Хорошо, зачем ты это терпишь тогда? Ты, мужчина в доме, встал и ушел. Оксана, так если я уйду, кому они надо будут? Ген, то есть ты считаешь, что эти девочки без тебя пропадут? Они без меня пропадут, конечно. Они его пускали, потому что он начнет там орать. Вы пропадете без Гены? Мы не пропадем, мы будем жить очень хорошо. И он не в этом. Он такая, давай я, ой, давай я прямо из зала уйду. Куда он же? Нет, Гена, сидите, вы ко мне пришли. Гена. А куда он? Верните нам Гену, пожалуйста. Я же, это тогда до свидания. Гена, еще рамы. Геночка, Геночка, найдешь себе, найдешь себя в зале, поехали. Ген, иди сюда. Гена, Гена, вернитесь ко мне. Я скажу, что так и было. Геночка, Ген, ну это, надо выяснить один раз. Он же строит. Он же не знает, что он делает. Надо выяснить один раз. Но он бежит постоянно. Вот сегодня, последний раз, и вы примете решение. Давай. Ген, я вырву, я на него наступлю, другую оторву. Я свечку поставлю. Закрой рот. Я поняла, я поняла, как вы общаетесь. Я все поняла. 52 года назад открыли, и не ты. Помолчи, я говорю. Так что не закрывай мне его. И вот на базаре, когда он идет, подкалывают, видят, что он импульсивный, его заводят еще больше. Он начинает орать на весь базар. Город очень маленький. И как-то спрашивают, какие у нас сексуальные отношения. А ты с ней не спишь, ты с ней нет. И начинают предлагать свои услуги. Как-то я пошутила. Гена говорит, мне за тебя деньги предлагают. Сколько ты хочешь. Я пошутила, говорю, тысячу долларов. Он когда это сказал, ему все начали предлагать пачки денег. Это не шутка? Ну я так пошутила. А зачем он это сказал? Мама не шутила? Когда говорила. Мама не шутила. Гена, давай все переводим. У нее шутки черные. То есть мама все-таки шутила? Так ты объясни, Гена, ну что же ты набрасываешься? Ты что, не знаешь свою жену? Мужчина, если такое говорит по женщинам, думает, что она дешевая. Если он себе разрешает, так только раз говорит с ней так. Хорошо. И тем не менее, понимаешь, Гена, у меня есть ощущение, что ты его провоцируешь таким образом. Ну конечно, ну как нет, ну скромнее одеться можно наверняка, если вы вместе с ним ходите. Я это делаю, я блондинка, у меня белое лицо. У меня складывается ощущение, что они его там просто... Я делаю, женщина из ума сходит по-любому. Даже если я в джинсах, я в куртке, я... А почему ты ему заткнула рот? Скажи, пожалуйста, Регин. Региночка, Региночка, приедем, я нескольких уложу в ряд. В ряд уложу их, пускай раб делает, что хочет с ним. И тогда буду спокоен. Региночка, существуют такие законы. Если у вас человек болен, и он ваш муж, и вы с ним живете вместе, и у вас ребенок, значит, вы должны соответственно этому одеваться, вести, разговаривать с ним. Я стараюсь. Создавая комфортные условия для вашего совместного проживания и для ребенка, который на это смотрит. И свою жизнь будет строить, уже глядя на это. А так ли беспочвенно ревность Геннадия, мы сейчас узнаем. У нас в студии бывший жених Регины Максим Филаретов. Что скажет он? Регина, звезда моя! Я тебя люблю и ждал все это время. Кольцо. Ну я... Как тогда, так и сейчас. Нормально. Я не понимаю, что... А ты говоришь, что... А если есть больше свидетелей, то ты считаешься моим мужем. Почему же это все? Вот и отлично. Максим, то есть вы колечко подарили, я так понимаю, и готовы просто взять девушку замуж? Готов уже 10 лет, да. 10 лет? Ну с тех пор, как мы впервые увиделись, да. Чем она вас покорила? Ну, своим очарованием, обаянием. А чем разочаровала? Ничем, просто мы расстались волею судеб. У нее же был первый муж, вот этот новый русский, с выдвигающейся челюстью. А, поняла. Так сказать, обаяльником. То есть, будучи замужем, вы у нее были? Ну это естественно, да. Регин, понимаешь, да, почему небеспочвенная ревность? Ну у нас он у меня был, наши отношения не дошли до интимных отношений, они не успели дойти. Не успели дойти до интимных, это правда? Да. Но флирт был, Регин, флирт был в любом случае. Ну с его стороны был, а с моей? Я была очень молодая тогда, я не знаю, мне было 20 с чем-то лет. То есть вы продавливали эту историю? Ну естественно. А вы до сих пор испытываете к ней чувства? Да. Регин, ну вот смотри, готовый жених. У нас программа не об этом, но я вот тебе говорю, у тебя готовый жених. Но не без этого. А ты боялась остаться одной? Я не боюсь остаться одной, но я боюсь, что это будет ненадолго, что это будет на одну ночь, на две, на пять ночи. Ну вот тебе человек говорит, что до пять это. Ну я не знаю, я если бы, если бы действительно он бы мне понравился, у нас бы, я думаю, были бы интимные отношения тогда, это бы дошло до интимных отношений. Да, лишь похоже, как в брата. Похоже, похоже. Мне вообще не нравится. Все-таки мне кажется, что вот ты держишь Геннадия рядом с собой, да, вот до той поры, пока ты найдешь себе правильного человека с твоей точки зрения. Не знаю, ну пока что. А его держишь как собаку, прости, на привязи, иногда он сам привязывается, провоцируешь его на ревность. Правильно вы сказали, выброси ты жалко изъезд и гадко. Это та самая история. Именно вот так. Регина, ну это жестоко. Это не правда, он сам говорит, что меня любит. Да, именно так, именно так. Он устраивает эти кардибалеты, никто его не держит. Не надо меня провоцировать. Геннадия, скажи, пожалуйста, а вот сейчас у тебя были какие-то такие? Яркие эмоции. Ну, ну были, были. Неприятно? Были, но я сдерживал себя. Он сдерживал себя? А дома не сдерживал себя? Нет. Дома я, дома у меня просто. У меня безвыходное положение. Тут я сижу, я не хотел просто на людей. Он не имеет, куда бежать. Это все дело. Он не знает, где выход. Кто я? А куда? Я не знаю. Ты знаешь, куда бежать? Скажи, а ты взрослая девочка, ты видишь вот это все. Ты можешь сказать маме, мама, давай найдем ему жилье. Давай начнем новую жизнь. Ты начни, мама, новую жизнь. Мама с ним находится. Зачем она с ним? Она с ним, потому что она не может себя, она не знает, как себя вести с нормальным мужиком. Она просто не умеет, она не умеет повести с мужиками и с людьми. Расскажи маме, научи ее. Я ей говорю, не надо себя так, Мастер, не надо себя так. Ты слишком улыбайся, когда тебя захотят на одну ночь. Так эту ночь не давала. Улыбайся, дружи. Улыбайся, дружи. Улыбайся, дружи. Улыбайся, дружи. Она не умеет себя уважать. Слушай, что ребенок умный говорит. Как я могу? Она с ним не разумеет. Слушай. Хорошо, но вот сейчас ведь Биана говорит какие-то вещи правильные, Генн. Правильно. А ты с ней ругаешься. Я еще раз говорю, то, что устами младенца глаголит истинно. Хорошо. Объединитесь, воспитайте маму. Если мама хочет эту ситуацию продолжать. Он будет ее воспитать, как воздоконница с другим мужиком. Я о Регине говорю. Это же не подающийся человек. Она постоянно где-то летает. Она где-то в беде. Ты говоришь, что она вообще? Давайте мужчину молодому надем. А вы вместе будете жить всем. Вот новоиспеченный. Правда, хорошо? Был один парень, он пришел к нам домой. Там рыжий, толстый. Помнишь его? Это кто? То, что ты потом хотела, сказала, он тебе нравится, он тебе нравится, а я ему сказала, если ты к ней подойдешь, я тебя убью. Твой друг, что ли? Да. Я ему такие смс-ки послала, что он так испугался. Яна, что ты придумываешь? Скажи, ты ревнуешь маму к своим друзьям. Я не ревнуюсь. Я говорю, почему ты так делаешь? Тебя возмущает поведение мамы, которая флиртует, в том числе и своих. Но если ребенок почувствует. Объявился ее какой-то знакомый, который начал мне рассказывать, что она вытворяет и где она и с кем ходит. И начал приходить каждый день и рассказывать о Биане. Биане это не понравилось. Она сказала, что я не запускала в дом. Жить, и она перестанет это все делать. У тебя все виноваты. Дочь виновата, он виноват. Нет, это правда. У тебя все виноваты. А ты белая и пушистая. Нет, без голой задницы. Я говорю, найди себе кого-нибудь. И уже определись. Но она не найдет с нами. Я тогда уйду. Она же не может выйти на улицу и сказать, давайте все. Пусти на меня. Нет же? Минуточку, минуточку. Минуточку. Я ей говорю, давай я уйду на пару дней. Ты себе найди мужика. Но почему на пару? Вы должны принять решение. Вы и она. И вы должны принять. Это ваша жизнь. Он хочет вернуться. Ничья не будет. Так я уйду. Но через пару часов мне начнется. Геночка, приходи. Мне без тебя скучно. Нет, Геночка, я не скажу. Я буду сказать, что я свободна. Не скажет она ничего. Я уеду с этого Мигдалэмика и пойду в нормальный город жить. Вперед, вперед. И все. И это не будет выглядеть в этом случае. Уже все. Давай. До свидания. Вперед. Быстро. С Богом. Быстро. Чтобы вы подохли. Вот видите. А это была провокация. Нет, это была провокация. Это была провокация. Регим. Вот это то, чего нельзя было делать. Нет, вы знаете, мне кажется, здесь такая трагедия очень даже страшная. Гена. Им же нужно быть свободными. Они не могут стать вовне. Я вот поеду к папире с тобой. Я расскажу. Ген. Ну все хорошо. Ген. Ну это была шутка. Это была просто шутка. Оксана, они должны принять решение. Я хочу сказать, что люди, когда живут в любви, они свободны. И может пойти погулять и прийти. Они любят друг друга. Живут друг для друга. Здесь люди друг друга мучают. Это просто прям какой-то сумасшедший всплески. Так же нельзя. Регин, вот скажи, ты сейчас не только его спровоцировала, да, ты сказала, это шутка, но и молодого человека. Понимаешь, зачем ты вот так вот, как ты собака на сене, реально. Я хотела показать, какой Гена в гневе на самом деле. Потому что он сидит, как бы, тут он себя показывает с хорошей стороны. Я хотела, чтобы он показал себя. Он не в гневе. Вообще живет женщина и дергает человека с ограниченными возможностями за веревки. В принципе, забывая то, что, да, Люд, ты сказала, что, в принципе, люди такого рода, они с повышенной нервной организацией и так далее, и так далее. Хотя я знаю, что они не любят, когда их жалеют. Третья у меня не будет. Уже будет биологическое. Мы его никогда не жалеем. Понятно? Я об этом я постараюсь. Я не слышу, Ген, что ты сейчас сказал? Клинически было. Мы к нему относимся хорошо, но не жалеем никогда. А третья уже не будет. После второй клинической смерти Гену завезли в морг. Уже завезли, в камеру положили. В 9 вечера все закрыли. 12 дней вывезли, повезли на вскрытие. Там привезли. До этого меня студент потрогал, и мне рассказывали. Говорит, ты смотри, он еще и тепленький, хорошо сохранился. Гена, так вот вы остались жить, но не для такой жизни. И дальше что делать? Ну, говорит, ну, санитарка, разойди с мальчика, дайте я его обмою напоследок. Она начала меня там холодной водой обливать. Я и сел. Говорит, доброе утро. Там все начали бегать, кто в окнах, кто в двери. Остался один наставник. Я ему, доброе утро. Он, да-да-да-да, доброе утро. Я говорю, ой, скажите, где я? Ты находишься в морге третьей больницы города Одессы. Я говорю, да. Я говорю, чего я тут? Меня вроде бы вы на операцию увезли. Да-да-да-да-да-да. Ты во время операции умер. Я говорю, как, ну, я говорю, ну, и как я живой? Это вот когда Гена хороший, да? Вот он такой в доме. Вот он такой. Молодец, Гена. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец, Гена. Ты просто молодец. Держись. Я просто боялась, что в какой-то день он меня убьет. По словам женщины, бьет он ее регулярно. Все 11 лет их брака. Я ее никогда не ударил. Что заставляет молодую женщину 11 лет жить в браке с инвалидом-тираном? Любовь или жалость? Я не представляю себе жизнь без нее. Давайте узнаем мнение брата Регины, Игоря. Приветствуем его. Происи нам ситуацию. Как можно вообще все это терпеть? И что происходит в семье твоей сестры? То, что Гена рассказал сейчас, он рассказал, чтобы было жалко. Игорь, ей нужно оставить этого человека? Или этому человеку нужно оставить эту женщину, чтобы наладить дальше свою жизнь? Я думаю, что да. Мне очень жалко Регину, потому что она каждый раз находит их мужей, которые не подходят ей. И каждый раз она находится в ситуациях, которые очень... Подыщи кого-нибудь. Я бы хотел, но мы находимся в других местах. В общем, мне понятно, Регина хочет нового мужа. Это, в общем, даже к гадалке не ходи. И в этом случае, Регина, конечно, надо отпустить Геннадия. Мы подошли к тому моменту в нашей программе, когда героиня должна принять предварительное решение. Регина, вот на эту минуту, на данный момент, ты готова отпустить Геннадия? Я готова. Дать ему свободу? Да. Пусть идет. Какие проблемы возникнут сразу? У вас сейчас совместный бюджет? Ну, как бы да. Только смотреть над огнем вниз. Вот в основном живете на пособие его? Нет, у меня есть свои доходы. Больше доходы или меньше, чем у него? Они больше. Больше доходы. Как это делить? Как это делить? Скажите, пожалуйста, уважаемый адвокат. Израильское законодательство, в отличие от российского, признает институт гражданского брака. Поэтому, независимо от того, что герои программы в официальном браке не состоят, на них распространяются нормы семейного законодательства Израиля. Однако в Израиле эта ситуация очень неоднозначная. И здесь для того, чтобы дать тот или иной ответ, необходимо детальное изучение ситуации, на которую влияет и поведение Регины, и поведение Геннадия. Потому что те факты насилия или угрозы насилия, которые имели место быть, что подтверждается заявлением в полицию, которое было, это тоже уже история, которую не выкидывает. Спасибо. Спасибо за обстоятельный ответ. Регина, безусловно, даже на 16 лет не тянет. Человек, который вообще, наверное, слово ответственность ей недоступно в принципе. И рядом живет человек глубоко страдающий, который, естественно, из роли жертвы превращается однажды в палача и начинает отыгрывать это все назад. Вообще, честно говоря, они друг для друга созданы. Потому что трагедия заключается в том, что Регина найдет себе точно такого же мужчину. У нее другого не будет. А что делать в этой ситуации ребенку? Ребенку как можно быстрее брать чемодан и бежать от мамы со скоростью света. И устраивать свою жизнь, желая все-таки, стараясь не повторять внутреннего состояния мамы. Вот что делать гения с точки зрения психологии? Я думаю, что ему с точки зрения психологии перекреститься, если он крещен, и сказать, что Бог не делает все к лучшему. Слава Богу, этот ад закончился. А поскольку он не лишен обаяния, и в нем чувствуется некая личность, то я думаю, он вполне сможет устроить свою жизнь. Но только с человеком гуманным и понимающим, что такое ответственность за другого. Спасибо. Людочка, я совершенно согласна с Еленой, я совершенно согласна, и что будет своя жизнь. Он должен только ее начать, не пугаясь, сделать шаг. И этот шаг ему подарит и свободу, и любовь, и жизнь другую. Роклана, как вам кажется? Я думаю, здесь им надо разойтись ради безопасности. Потому что в этой ситуации может быть любой исход. Да, спасибо. Роклана. Гена, послушайте меня, уходите от нее. Убедите. Это не человек. Вы больны физически. А она больна морально. Она просто больна. Она найдет себе мужика, она кончит тем, что он ее просто-напросто убьет. Ну и у нас финал. Я попрошу героев подойти ко мне. Ген, хочется что-то сказать на прощание? Ничего не хочется говорить. Пускай будешь счастливы с новой цепичаной. Подожди. И все. Это все, что ты хочешь сказать? Это все. А что я могу еще сказать? Ты сожалеешь, что вот так все вырвалось наружу, и ты услышал еще раз, и увидел еще раз? Нет, для меня это не новое. Я об этом догадывался просто. И все. Я просто приеду, я нескольким, нескольким там ноги поотрываю, и это вот, и положу их в ряд, и все. Хорошо. Это ради Бога. Ген, подожди. Это по возвращению в Мигдалемик. Я положу нескольких, они будут так вот лежать. Хорошо, Геночка. Как струночка. Я это слышала. Ты мне скажи, пожалуйста, я не услышала за всю программу один-единственный ответ твой на мой вопрос. Ты ее любишь? Я ее люблю. Но если она будет с другим счастлива, то я ее тогда отпускаю, или кипташка белая. Зачем оно мне надо? Регин, почему ты плачешь? Я ей жал. Я, Оксана, это то же самое, что я говорил. И выбросай ты жалко, и звезд и гадко. А ты его любишь? С одной стороны, как бы, вот 11 лет привыкли к друг другу. Привыкли. А с другой стороны, и жить вместе невозможно. Кроме привычки тут ничего нет. Регин, ты должна сейчас собраться с мыслями и принять все-таки какое-то решение. Ты отпускаешь, Геннадия, или нет? Отпускаю. Отпускай до выхода со студии. А потом звонки будут. Я тебе звонить не буду. На теканом не надо. Не хватай у тебя. Ай, смотри. Я звонить тебе не буду. У нас были разные истории в этой студии, и вы присутствовали, уважаемые эксперты. Но тут я ничего, действительно, вообще не поняла. Я подозреваю, что эта история здесь не закончилась. Что она будет без конца продолжаться. Я просто хочу сказать всем, ну, нельзя до такой степени мучить друг друга. А как мы сегодня увидели, вот эту пару, два человека, прожившие вместе 11 лет, не смогли не понять друг друга, не простить друг друга. С любимыми не расставайтесь. С вами была Оксана Пушкина, и программа «Я подаю на развод». Геннадий и Регина теперь живут раздельно. Сразу после нашей программы Геннадий собрал чемоданы и съехал на съемную квартиру. Регина любезно помогла супругу подыскать жилье подешевле. И, что интересно, в соседнем доме. Что я чувствую в самом деле? Вот некому даже слово сказать. Я так буду один, наверное. Регина признается, ее мучает чувство вины перед Геннадием. Ей одиноко. Но возвращать супруга Регина не спешит. Мы когда приехали из Москвы, я помогла ему снять квартиру, здесь недалеко. Он сейчас живет отдельно. Геннадий приходит к родному порогу каждый день. Но постучать в дверь не решается. Мне плохо. Он рвет мое сердце и стоит все время под дверью. И я не могу, почти ничего не изменилось. Если он сидел дома, и были эти проблемы дома, так он сейчас сидит в подъезде и так же не дает мне продвигаться дальше. Регина и ее дочка может и пропадут, если никого не найдут. Тимур и Валерия. За три года брака эти двое не могут вспомнить ни одного дня, когда бы они не скандалили и не дрались. Истерики устраивали, и скандалы, и даже драда-драг доходила иногда. Валерия в отместку супругу завела роман на стороне. Постоянно, частая ругань заставляет отворачиваться человека. Я перестал в ней видеть ту Валерию, в которой я познакомился. Не все участники этой истории встретятся в нашей студии. И мы попробуем разобраться, можно ли стать счастливым на зло. Субтитры создавал DimaTorzok